Что есть человек в современном мире? На данную тему дискутировали участники Международной научно-практической конференции, которая состоялась в стенах МГТУ. В рамках программы было организовано три секции, одну из них посвятили двигательной культуре. Как появилась женская гимнастика, что такое свободный танец. На увлекательном мастер-классе побывала наша съемочная группа. Участники мастер-класса под музыку повторяют простые движения. Занятия проводит исследовательница танца и двигательной культуры Ирина Сироткина. На встрече кандидат психологических наук и автор книг рассказала, как появилась первая женская гимнастика, какую музыку использовали и что такое свободный танец. Свободный танец это то явление, которым поразил нас 20 век. И в частности Асидора Дункан. Когда она приехала в Россию, вышла на сцену босиком и в одной тунике. Этого не делала ни одна балерина мира. Она показала, что можно снять корсет, снять пуанты, даже снять трико и почувствовать свое тело естественным, не подчиненным каким-то условностям, не дрессированным, а живым, которая хочет танцевать. Вот передать этот импульс освобожденного, раскопрощенного тела женщины, но и мужчины тоже. Творческий мастер-класс это лишь часть большой научно-практической конференции, которую организовали на базе Института гуманитарного образования МГТУ. В этом году в Институте гуманитарного образования возникла идея провести конференцию на новом уровне, на английском языке. И главной темой конференции «Человек плюс» на английском это звучит как «human класс» является важный вопрос, который волнует всех гуманитариев. Что же такое человек в современном пространстве? «Человек плюс слово, плюс движение, плюс история» этим аспектом посвятили три отдельных секции конференции. Наша конференция посвящена в данном случае трем проблемным полям. Это «Человек плюс движение» и это как раз Ирина Сироткина и Роджер Смит. Отдельное поле это «Человек плюс слово», то есть как человек выражает себя в слове. И еще одно поле это «Человек плюс история», память. Может быть это делает человека человеком? Что нам важно не потерять, чтобы остаться человеком? Вот об этом конференция. А необычный формат мы решили поискать не только обсуждение, не только дискуссия, но и телом прочувствовать вот те идеи, о которых мы говорили. В конференции, посвященной вопросам человека, приняли участие около 40 участников – аспиранты, преподаватели, научные сотрудники в области лингвистики и перевода, гуманитаристики, краеведения не только из России, но и зарубежных стран. В их числе автор фундаментальных трудов про историю психологии, гуманитарных наук и природу человека Роджер Смит. Приглашенный гость приехал не с пустыми руками в подарок в библиотеке. Он привез несколько своих книг. Спасибо за приглашение. Первый раз, когда я в Магнитуговске. Это очень приятно. Я очень хочу поддержать гуманитарные науки в университете. Мне кажется, это очень важно. И такая конференция – это отличная, потому что каждый человек может чувствовать движение, почти каждый человек хочет танцевать. В рамках конференции участники обсудили широкий круг вопросов. Это были мастер-классы, лекции, доклады. Обсудили и художественно-документальный фильм об истории Магнитогорска Игоря Кончарова «Невозможное». Ольга Аникина, Денис Иванов, телекомпания ТВИ.